В Зимнем саду Брестского государственного университета имени Пушкина собрались студенты исторического и юридического факультетов, преподаватели и приглашенные гости. ВУЗ не впервые становится местом проведения дискуссионных площадок. На этот раз желающим предложили обсудить изменения в основной закон Беларуси – Конституцию и внести свои предложения по её совершенствованию. И мы должны с вами на перспективу в основном законе заложить те позиции, которые повлияют на вашу премьера, на нашу. Поскольку аудитория студенческая, говорили больше о темах, которые актуальны для молодых специалистов. Трудоустройство, испытательный срок, поиск первого рабочего места – это то, с чем в ближайшем будущем каждому из них придется столкнуться. Нельзя ли как-то или планируется, может быть, оформить не практику, а пробу студентов, то есть, как бы такой испытательный срок, что ли, пока он еще не получил образование, после преддипломной практики, как-то пройти вот этот испытательный срок в школе. Может быть, и не захотят его взять. Звучали различные вопросы, активно высказывались мнения и пожелания. Студент, который закончил немецкий вуз, его не возьмут на работу без опыта работы. А вот то, что у нас молодой выпускник имеет право этот опыт наработать, государственная поддержка, вы два года, вас не имеют права уволить. Ну, естественно, если вы не прогуляли и не, значит, нарушили 10 минут. Вот два диплома, да, вот приходят два соискателя на работу перед нанимателем. Один бакалавр, другой магистр, да. Они очень хорошие люди, но, наверное, профессиональные. Их уровень несколько разный. Как вы полагаете, надо ли дифференцировать, да, и какие-то дифференции устанавливать? Пусть это в другом законодательстве, да, а не в основном в законе. Немножко такая более узкая сфера. Студенты и преподаватели эмоционально включились в дискуссию, ведь изменение Конституции – это будущее каждого из нас. Я студентка первого курса юридического факультета. Я бы хотела выразить огромную благодарность за такую возможность выслушать различные предложения, внести различные предложения по поводу поправок Конституции. И считаю, что это является очень важным элементом для развития гражданской позиции, поскольку молодежь – это будущее нашей страны, и мы являемся неотъемлемой частью. Я считаю, что как можно больше таких проектов стоит реализовывать на базе не только нашего университета, но и других школ и организаций, поскольку это очень важно для нашего всеобщего будущего. Наша Конституция уже с течением времени нуждается в ее усовершенствовании. И деятельность комиссии Конституционной как нельзя кстати пришлась. И в каждом регионе планируются круглые столы Конституционной комиссии для того, чтобы каждый регион нашей Республики Беларусь мог иметь возможность внести свои предложения в этот основной закон. Ну и, конечно же, Конституционная комиссия хочет услышать мнение регионов, мнение областей. Встреча получилась полезной и насыщенной для каждой из сторон, а потому диалог будет продолжен.